Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Рояли Пру. Рояли Пру. Все книги автора Рояли Пру. Эта же книга в других форматах Рояли Пру. Приятного чтения. Глава первая. Новый посетитель. Почти одновременно с событиями борьбы принцессы Люси за доброе правление Вальдерии в страну Кильмах прибыла маленькая девочка восьми лет. Катя кем она здесь станет и какую атмосферу принесет пока непонятно. Сейчас она идет к бедным одноэтажным домикам с интересом разглядывая окружение. Увидев на одном дереве большой необычный плод, она подошла и хотела было его сорвать, как рядом прозвучал голос. Деточка, не бери его, это единственный плод золотого лирма. А с кем я говорю? Я никого не вижу, спросила Катя, вглядываясь в кусты. Ты меня не увидишь, я потерял тело. Чтобы снова стать видимым, я должен съесть зрелый плод лирма. Только растет он очень долго, около пяти лет. Вот я его и караулю, уже почти пять лет. А может, где-нибудь есть уже созревший? Спросила девочка. Может и есть, только я не могу сдвинуться с места. Могла бы ты поискать и принести, если найдешь, один плод. Попросила невидимка. Только сама его не съешь. Катя пошла по дороге вдоль домов. Окружение, конечно, совсем незнакомое, но чувствовалось здесь уютно, как дома. Деревьев лирма встречалось множество, но нигде не попадалось зрелого плода. Тут, в садике одного дома, девочка увидела играющих ребят. Хотелось примкнуть к ним. Но надо найти плод. Поэтому она постояла в нерешительности, пока ее не заметили дети. Они скоро подбежали, и выяснилось, что никакие это не дети, а просто маленькие люди, коротышки. Ты зачем сюда пришла? Мы никого не звали, начал мужчина. Немало удивившись подошедшим, даже испытав некий страх, Катя поспешила оправдаться. Я искала зрелый плод лирма, но так и не нашла, везде есть лишь маленькие, незрелые, а он так нужен. Конечно, не нашла, эти плоды созревают раз в несколько лет. А зачем он тебе? Допытывался мужчина. Все дело в том, что меня попросил найти его один человек, ставший невидимым. Он хочет снова иметь видимое тело, а для этого надо съесть зрелый плод лирма, откровенно поведала Катя. Ах, он пострадал от рук ведьмы в Уксаре. На самом деле эти плоды не обладают никаким магическим действием. Видимо, в Уксаре просто наделила эти плоды такой способностью, но, уверен, не все. Похоже, она просто наслала на него проклятие, которое не снимется все те годы, сколько зреет плод. Тогда как же ему помочь? Почти безнадежно спросила Катя. Есть два варианта дожидаться, пока созреет плод, возле которого он сидит и отправится к ведьме с просьбой расколдовать его. Но пойдешь ты одна, мы не хотим попадаться ей на глаза, ответил мужчина. Помочь несчастному человеку, конечно, хотелось, но идти в гости к ведьме боязно. И вдруг мужчина сказал. У нас есть половина плода лирма, можем его дать, а вы посмотрите, подействует ли хотя бы на половину. Если да, то будем очень рады помочь. Принесли половину плода, и Катя отправилась назад. Постояв с минуты около знакомых кустов, она услышала знакомый голос. Неужели так быстро нашла плод? Я принесла только половину. Мне удалось поговорить с одной семьей коротышек, и услышав о проблеме, они сказали, что наверняка плод и тебя заколдовала ведьма Васкария, и исцеляющим станет только тот плод, что растет у тебя тут. Для проверки мне дали половинку. Попробуй, съешь, и посмотрим, поможет ли он хотя бы на половину. Да, это сделала ведьма, только зовут ее Вуксария. Давай скорее плод, я буду счастлив исцелиться и на половину, обрадовался невидимка. Плод с ладони куда-то отлетел в сторону и начал откусываться. Когда он был съеден, никто не появился. Я виден или нет? Хоть чуть-чуть? С надеждой спросил невидимка. Я никого не вижу, грустно ответила Катя. Тогда мне остается дожидаться созревания моего плода. Прощай, надеюсь, мы еще увидимся, печально промолвил он. Очень хотелось помочь и даже сходить к ведьме, но Катя не чувствовала в себе достаточно сил. И поэтому она продолжала неспешно идти под сенью чудесных деревьев со сказочными плодами. Чудесными являлись не только деревья, в их кронах прелестно пели красивые птицы. Вдруг какая-то большая тень закрыла солнечный свет. Катя испуганно подняла голову и увидела страшного дракона. Дракон приземлился рядом на травке и начал поджидать остолбеневшую девочку. Видя, что она не двигается, дракон приступил к объяснениям. Надеюсь, вы меня не забыли, я Вархин, твой охранник и следящий за тобой. Так вот, графиня Катин, ваши родители вряд ли одобрят такие длительные прогулки поселением бедняков. Садитесь на меня, мы отправляемся домой. Девочка еще долго не двигалась с места, как будто все сказанное относилось не к ней, и дракон снова заговорил. «Я понимаю ваше нежелание отправляться домой, но сделать это надо, нас давно уже ждут». Крылатый страж подошел и потоптался около графини, намекая, что пора бы сесть. Девочка оправилась от испуга и приблизилась к дракону. Она потрогала крылья, провела рукой по его морде и осторожно забралась на спину, в основание шеи. Дракон поднялся, разбежался и плавно взмыл в воздух. Весь недолгий полет Катя молчала, но увидев, что они приземляются у темного замка, спросила. «Это мой дом?» «Там мои родители?» «Да, твое жилище, а ты забыла». Улыбаясь, проговорил дракон, как все необычно, даже страшно, и камни строения потемнели от времени, и деревья возле замка стоят старые, и столики во дворе древние, потемневшие и полуразвалившиеся. Создавалось впечатление, что замок давно умер, и населяют его лишь призраки. Опасливо отворив дверь, Катя с немалым удивлением увидела очень милую и уютную комнату. Сразу за большой прихожей начиналась комната с толстым коричневым ковром, со стен смотрели рогатые олени головы, чучело разноцветных птиц, виднелись висящие ружья. Неужели папа превратился в охотника? Тогда кем же стала мама, всю жизнь работая бухгалтером? Когда девочка неспеша прошла в комнату, она увидела богатый стол, услужливых лакеев, подносящих разные блюда и своих настоящих родителей. Одеты они, правда, были необычно. Отец сидел в дорогом нарядном халате, с золотыми вставками на маме сверкало яркое, тоже дорогое, платье казалось бархатное. Бордовое, заметив пришедшую дочь, отец оживленно проговорил, «Катюша, ну разве можно так надолго оставлять дом и своих родителей? Мы же очень волнуемся. Вон, маму еле уговорил сесть за стол. И почему на тебе такая странная бедняцкая одежда? И правда, на ней одета легкая голубая летняя платьица, совсем некрасивые сандалии, темные волосы хоть и расчесаны, но совсем не собраны и не представляют собой аккуратную графскую прическу. Ее зеленые глаза смотрели так, словно девочку только недавно выдернули из кровати. «Папочка, я так рада, что вы тут! Но ума не приложу, как такое возможно. Я каким-то образом очутилась в этом волшебном мире и вот нашла вас. Только совсем не узнаю дома. Разве мы здесь жили? Всегда, доченька. Как же ты забыла? Может, тебе стоит сходить к себе в комнату? Там ты все вспомнишь и будешь как прежде». Папа добродушно улыбнулся и нежно поцеловал Катю в щеку. Девочка спросила у родителей, куда идти, и под их удивленными взглядами пошла наверх. Бешумно за ней последовала какая-то женщина, видимо служанка, переодеть и причесать ее. Вот и комната. Открыв дверь, взору предстало уютное помещение, заполненное волшебными игрушками. В магазинах ее родного города таких не сыскать. Она подошла к кровати и начала увлеченно заниматься куклами. Создавалось впечатление, что это вовсе и не игрушки, а уменьшенные девочки и мальчики, замершие и состроившие забавные рожицы. Катя подняла большую куклу с крупными голубыми глазами и длинными волосами. Как-то по инерции назвала ее Сими и начала расчесывать кукольные пряди лежавшей рядом расческой. На стенах висели картины с добродушными клоунами, красивыми лесными феями и порхающими вокруг них эльфами. Жаль, что все это лишь рисунки и такого в обычной жизни не увидеть. Хотя Катя вспомнила про дракона и поняла, что здесь встретить возможно все. Но пойти в лес надо завтра сегодня уже вечереет, а пока следует обо всем поговорить с родителями. Папочка, а правда в наших лесах живут эльфы. Спустившись на первый этаж, задала вопрос маленькая графиня. Конечно, дочка, и не только они. Ты же сама рассказывала. А теперь хочу напомнить, что вечером придет семья праж с твоим лучшим другом Раштопом. Ты хоть его не забыла? Конечно, не забыла. Как можно забыть о друзьях? Соврала Катя. Родители удовлетворенно и многозначительно переглянулись. Девочка поднялась к себе в комнату и начала представлять, как может выглядеть друг с таким странным именем. Но время подошло к ужину и надо встречать гостей. Внизу уже сидели нарядные мама и папа, с нетерпением ожидая посетителей. А вот и они. В распахнувшуюся дверь вошел худой и очень высокий мужчина в цилиндре и с тростью. Затем вплыла его супруга полная дама в красивом белом платье. Завершил все невысокий темноволосый мальчик. Действительно, лет восьми. Значит, это и есть Раштоп. Все прошли, по приглашению родителей, в большую светлую комнату с богато накрытым столом. Горящие свечи создавали таинственную обстановку. Когда заняли свои места, Катя увидела сидящего рядом Раштопа и засыпала его вопросами. А мы давно знакомы? И сколько тебе лет? Конечно, давно. Моя бабушка принимала роды у твоей мамы, так что все восемь лет я тебя и знаю. А мне почти девять, с гордостью сказал мальчик. Значит, мы очень хорошо знаем друг друга. А скажи мне, слышал ли ты что-нибудь о местной колдуне Вискари? Слышал? Только зовут ее Вуксари. Дело в том, что она сделала невидимым одного человека, а снова он станет видимым, только съев плод лирма, который зреет пять лет. Я хотела бы к ней сходить и попросить расколдовать беднягу, ты не хочешь сходить со мной? А то я одна боюсь, попросила Катя. К ней я боюсь идти, говорят, она крадет детей и съедает их. Отвечал Раштоп, какой ужас. Тогда попрошу папу сходить со мной, а с нами ты пойдешь, с вами пойду. Скажи мне, когда вы соберетесь, почему-то обрадовался мальчик. Поздно вечером Катя подошла к отцу. Обхватив его за руку и заглянув в глаза, она жалостливо спросила. «Пап, а ты знаешь местную колдунью в Уксаре? Мне очень надо к ней сходить, но это опасно. Не сходишь ли со мной ты? Конечно схожу, я давно не наведывался к ней. Но почему ты говоришь об опасности? Это добрейшая женщина, которая лечит множество болезней. И одно время я сам к ней обращался. А мне сказали, она крадет детей и ест их, повторила Катя слухи о ней. А еще, и девочка поведала всю историю про ставшего, невидимым человека. «Знаешь, дочь, есть у в Уксаре сестра родная, которая такими делами и занимается. Зовут ее Инкаре и детей, она не ест точно», усмехнулся отец. Они договорились идти завтра. Ночью Катя спала в обнимку с Симой и видела замечательные сны. Во сне исчезнувший человек снова обрел видимость, сильно радовался и благодарил девочку. Оказалось, что он тоже коротышка. Испытывая легкость от чудесно проведенной ночи, Катя спустилась к родителям завтракать. Не любила она кушать, оттого быстро поднявшись из-за стола, Катя нетерпеливо смотрела прямо в глаза отцу. Вскоре поднялся и он. А как же мне Раштопа позвать, ведь он очень хотел с нами пойти. Спохватилась Катя. У тебя есть дракон, скажи ему связаться с драконом Раштопа и пусть скорее прилетают сюда. Подождем пять минут и отправляемся, посоветовал отец. Действительно, скоро подоспел Раштоп. Идти к колдуне решено пешком. Теплая летняя обстановка, громко поющие птицы и свежий ветерок создавали удивительно милую и спокойную атмосферу. Вскоре показался дом. Немного потемневшая и местами замшелая древесина говорили о старой постройке здания. Открыв скрипучую дверь, Катя даже удивилась обстановке. Все находилось в идеальном порядке, нигде ничего не валялось и вообще похоже за чистотой в доме следили. Спустя пару минут к гостям вышла женщина. С темными волосами и в халате. Здравствуйте, Инкари, могли бы мы видеть вашу сестру? Начал папа. Добрый день, она сейчас придет, вышла собрать немного цветков питка. Подождите, пожалуйста. Они присели на диван. В комнате находилось множество травяных сборов под стеклом. Катя нашла красивый красный цветок и осторожно подошла к коллекции. Однако название не оказалось. Лишь проходившая мимо Инкари заметила заинтересовавшуюся девочку и сказала. Это руния огненная, очень редкий цветок. А ведь и правда цветок хоть и был высушен, но лепестки словно пылали огнем. Катя все еще любовалась цветком, когда вошла в Уксари. Здравствуйте, гости дорогие, очень рады видеть тебя, Альдор и твою дочь. Как тебя зовут? Она обратилась к девочке. Альдор? Моего папу зовут Александр, что за чудные имена? Тогда кем же стала моя мама Наташа? Изумлялась Катя. Это моя дочь Катин, опередил отец. Мы пришли кое о чем спросить. Расскажу все как есть, спрашивайте. По-доброму отозвалась женщина. Рассказывать начала девочка, то и дело делая упор на то, как несчастен невидимка. Неужели вы и правда поверили, что это сделала я? Есть лишь один человек, способный на такое, и она громко окликнула сестру. Да, это сделала я, но поверьте не со зла, мне надо было проверить, как действует колдовство и как оно зависит от заданного времени. С ним же все нормально? И она как-то лукаво посмотрела. С ним все нормально? Просто он чрезвычайно расстроен и умоляет всех помочь ему? Сердито ответила Катя. Я бы не хотела приказывать, пусть это будет настоятельной просьбой, немедленно расколдуй этого человека, строго сказала Вуксари. Конечно, конечно, только я сама не пойду, пусть Катин принесет ему плод Лирма и все, отказалась Инкари, ласково посмотрев на девочку. Распрощавшись со всеми, Катя с радостно бьющимся сердцем, позвала своего дракона. К дому быстро подлетел крылатый защитник. Девочка недолго объясняла, куда лететь и спешно забралась на спину. Нашла она невидимку без особых сложностей. «Тебе надо просто съесть плод Лирма. Я говорила с колдуней, и она обещала все исправить и вернуть твой облик», — радостно сказала Катя. Невидимка начал точно же есть плод, созревание которого он ожидал несколько лет. По мере употребления фрукта стал постепенно проявляться и человек. Сначала он выглядел расплывчато, словно в тумане, а чуть позже его контуры стали четче и насыщеннее. Буквально через пару минут на улице стоял дожевывающий фрукт невысокий человек. Сон оказался правдивым, это действительно коротышка. В неяркой летней рубашке, в серых брюках и непонятной обуви он стоял и улыбался. Его возраст сложно определить, но ни мальчик и ни старик. С чувством облегчения и великой радости он бросился обнимать Катю. «Спасибо, спасибо тебе огромное. Ты моя спасительница. Я в долгу не останусь, любая помощь, какая от меня понадобится, я всегда в твоем распоряжении. Готов даже разобраться со злой колдуней в Уксаре. Она вовсе не злая, заступилась за нее девочка. То, что с тобой случилось, связано не с ней, а с ее сестрой, Инкаре. Именно в Уксаре приказала Инкаре снять с тебя колдовство. Так что не злись на нее, бывший невидимка задумался, а потом сказал, ладно, пусть эти колдуни так и остаются подальше от нас. Будем знакомы, меня зовут Арох. Я занимаюсь изучением и коллекционированием редких растений. Пойдем ко мне домой, я похвастаюсь коллекциями. Они вошли в дом и сразу натолкнулись на пожилых коротышек. Мама, папа, я снова нормальный. Воскликнул Арох и бросился обнимать родителей. Он представил Катю, рассказал о ее добром поступке, и они прошли в комнату. Как и в доме в Уксаре в комнате, висело множество экспонатов различных растений под стеклом. Но выставлены не только цветы, на белой ткани представлялись и резные листья, и тонкие полевые травы. С интересом осмотрев все, Катя спросила, а у тебя нет в коллекции руни огненной? Руни и нет, слишком опасно с ней связываться, это растение исключительно для ведьмы-колдунов. Его нужно уметь заговаривать, однажды оно вспыхивает огнем и может жечь весь дом, поведал Арох. Есть с обратным действием постоянно выделяет воду, словно плачет вели и слезливая. Однако ее не показал, видимо, хлопотно все время собирать воду. Насмотревшись на растения, Катя распрощалась с хозяином и отправилась на драконе домой. Как хорошо, здесь совершенно нет необходимости в транспорте, хотя множество перелетающих тоже не видно. Может, я какая-то особенная, надо поговорить с родителями и все выяснить, подумала девочка. Однако для начала, хотелось бы прояснить ситуацию с маминым именем, какое оно все же. Когда она подлетела к замку, во дворе ходило еще два дракона. Девочка спрыгнула и пошла в дом, краем глаза заметив, как ее дракон подошел к двум и приветственно склонил голову. Мама и папа ходили чем-то занятые, и прихода дочери почти не заметили. «Мамочка, я пойду, погуляю в лес». «Хочется с эльфами пообщаться?» — отпросилась Катя. «Хочешь сходить в наш лес?» — оживился папа. «Лучше слетай на драконе в коряжный лес, будет очень интересно и получишь много удовольствия, заодно и дракон присмотрит за тобой. Будем ждать тебя к ужину, а почему бы и нет?» Родители куда-то уходили, так что в одиночестве сидеть не хотелось совсем. Вспомнив про двух драконов, Катя поинтересовалась. «Папа, а что за два дракона во дворе нашего дома? Так это наши с мамой драконы. Заодно это родители твоего Вархина, Варди и мой Хинтер», — объяснил отец. «А я еще хотела узнать, у тебя народу здесь живет много, а полетами на драконах мало кто увлекается. Так это потому, что драконы предоставляются только людям высокого положения, например, графием, как мы. Вот это да. Так я графиня. Никогда не думала, что это возможно», — изумилась Катя. Она даже приосанилась, в глазах появился блеск самодовольства. Когда родители ушли, девочка вышла во двор и уже хотела сесть на дракона, как увидела приземляющегося друга Раштопа. «Ты улетаешь? Можно я с тобой? Или ты к кому-то в гости?» — спросил подоспевший мальчик. «Конечно можно. Мне даже спокойнее будет вдвоем. Я отправляюсь в коряжный лес, мне папа посоветовал. Летим, они расселись по драконам, и полет начался. Пролетели дом в Уксаре, миновали какое-то озеро, и начался лес. Он оказался таким огромным, что до горизонта виделись одни верхушки высоких деревьев. Наконец, вернули в сторону и полетели над полями. Скоро полет закончился, и драконы приземлились еще у какого-то леса. Порхали бабочки на поляне перед деревьями, весело пели птицы и трещали кузнечики. Царила добрая атмосфера, и ребята, переглянувшись, вошли в сказочно необычный лес. Стояли высокие прямые деревья со светлой корой, их оплетали похожие на змей растения, наконец показались усеянные белыми цветами кустарники. Никто не порхал над цветами, и подойдя к ним, Катя с удивлением взглянула на Раштопа. Меня обманули, что здесь есть эльфы. Такие красивые цветы, а на них никого нет, а эти цветы почти никто и не опыляет. Их называют вреднюшки все, прилетающие к ним, получают порцию едкого газа, цветы словно отгоняют от себя всех непрошенных гостей. Если хочешь познакомиться с эльфами, надо чуть углубиться в лес, посоветовал мальчик, они прошли глубже. В траве пробегали ящерки, часто встречались зайцы и лесные свиньи. Хоть их родители выглядывали из кустов, опасности эти животные не представляли. На земле в травяном покрове валялись разного размера коряги. Теперь становилось понятно, почему лес назывался коряжным. Хорошо, что здесь не встречалось опасностей, бежать тут крайне трудно. Пройдя еще глубже, солнца стало меньше, зато появились кусты с голубыми цветами, возле которых кто-то летал. Катя быстро подошла и наконец-то увидела эльфу. Сплеснув руками, она радостно воскликнула. «Так вот вы какие! Я ужасно рада увидеть вас!» Эльфы приветственно покружились вокруг девочки и снова вернулись к обработке цветов. Однако странно, что они не произнесли и слова, даже не спросили имени. Катя удивилась и спросила сама. «А что вы такие неприветливые? Неужели я совершенно не вызываю у вас никакого интереса?» Эльфы обернулись, но почему-то их лица были печальны и разговаривать они начали совсем неохотно. «Здравствуй, девочка, давай познакомимся, как тебя зовут? Меня зовут Катя, я графиня, а это мой друг Раштоп», она окликнула играющего в траве мальчика. Странно, но эльфы по-прежнему не проявляли особого интереса к гостям. «Почему же вы такие грустные? У вас случилось какое-то несчастье?» Продолжала допытываться девочка. «Случилось и очень большое. Наша фея, Лирель, заболела, и вылечить ее может лишь один цветок шильзария, но вот где взять его. Мы никогда о нем не слышали. А как вы про него узнали?» Удивилась Катя. «У наших феи есть феи-целительницы. Они видят, что нужно больному. Увидели и в этот раз, только никто не смог рассказать, где взять это чудо растение. Я знаю человека, который собирает травы, он наверняка расскажет», — обрадовалась Катя. Эльфы обрадовались и даже заулыбались. Они подлетели к девочке и сказали, «Поторопись, графиня, мы очень хотим, чтобы наша фея поскорее выздоровела. Она и тебе подарок сделает. А теперь пойдем, мы познакомим тебя с феей». Эльфы медленно полетели в глубину леса, а Катя, взяв с собой раштопа, поспешили за крылатыми провожатыми. На лесной поляне стояло толстое необычное дерево. Подлетев к нему, эльфы замахали руками, приглашая подойти. В нем оказалось дупло, выложенное разными цветами. На ветвях виднелись некие изогнутые штучки. Приблизившись, стало ясно, что это красивые гусеницы. Лерель, выйди, пожалуйста, познакомиться. Пришли полезные гости, оповестили эльфы, переглядываясь. Вскоре из дупла вылезла маленькая девушка со светлыми волосами. Ее крылышки были смяты. Хотя на ней надето кружевное платье веселых тонов, однако вид ее грустен. Она вышла из темного дупла и лишь приветственно кивнула гостям головой. Катя заговорила первой, милая Лерель, мы найдем так нужный тебе цветок, я обещаю. Ты только подожди немного, и мы вернемся. Это будет очень скоро. Спросив еще раз название цветка, ребята попрощались с эльфами и поспешили к своим драконам. У тебя есть знакомый ботаник? Спросил Раштоп, видя, как быстро и уверенно куда-то направляется Катя. Да, один знакомый коротышка. Однажды помогла ему я, теперь поможет он. Сев на дракона, Катя приказала ему лететь к домикам бедняков. Приземлившись у дома Ароха, Катя с радостно бьющимся сердцем спрыгнула с дракона и побежала в знакомое помещение. Раштоп тоже слез, но не присоединился к девочке. Похоже, район бедняков ему не очень нравился. Поздоровавшись с родителями ботаника, Катя заскочила в комнату Ароха и сразу приступила к делу. Арох, ты говорил, что знаешь все растения нашей местности. Я хочу спросить об одном, оно очень-очень нужно, называется шельзария. Я слышал это название, но ни разу не видел растения. А как ты узнала про него? Фея в коряжном лесу заболела и сказали, что только это растение исцелит ее. Где же мне взять его? Я пообещала эльфам, что скоро найду его и принесу. Я бы даже не пытался отыскать это странное растение, ты только потеряешь время, сказал Арох и продолжил что-то записывать. Катя вышла на улицу и столкнулась с Раштопом. Узнала, где достать шельзарию? Спросил он. Все выяснила, только совершенно неизвестно, где его достать. Даже не представляю, где и как искать это растение. Есть одно решение проблемы. Только слишком рискованное это дело. Конечно, опасного здесь ничего нет. Но в общем, есть смысл обратиться к великому. Он знает все и может помочь разобраться с любой неприятностью, подсказал Раштоп. А как же мне к нему попасть? Я не знаю, как до него добраться, посетовала Катя. Думаю, посетить его должна ты одна или с родителями, посоветовал мальчик. Упоминание о родителях напомнило о необходимости быть к ужину. Поблагодарив Раштопа, Катя забралась на дракона и полетела домой, решая, одной говорить с великим или попросить родителей. Она вошла в дом и, не увидев накрытого к ужину стола, поднялась к себе. Мысленно готовясь ко встрече с магом, Катя осторожно расчесывала волосы Симе. Чуть позже она спустилась к столу, села на положенное ей место и спросила у отца. Пап, завтра мне нужно отправиться к великому, только он может рассказать об одной вещи, вы меня отпускаете одну или необходимо ваше сопровождение. Отец оторвался от еды и немного задумался. Это очень похвально, что ты решила сама познакомиться со всеми, с великим в частности. Я считаю, что не будет никакой опасности увидеться с ним. Кстати говоря, посетила ли ты коряжный лес? Конечно же я посетила его, поистине красивейшее и волшебное место. Пообщалась с эльфами и даже познакомилась с феей. Оказалась у них проблема, и я пообещала ее решить. Может быть, поторопилась. Для этого-то мне и надо поговорить с великим, поделилась трудностями девочка. Ну что ж, продолжай воспитывать в себе самостоятельность, а если понадобится помощь, мы тебе поможем, сказал отец, с гордостью посмотрел на дочь. Ночью Катя волновалась перед встречей и спала плохо. Утром она быстро позавтракала, вышла во двор и позвала дракона. Когда он прилетел, подошел отец. Ничего не бойся и не волнуйся, великий дарем хороший и добрый человек, настраивал он дочь навстречу. Мы будем ждать тебя к обеду, сказал отец и поцеловал дочку. Дракон чуть разбежался, мягко подпрыгнул и полетел. Катя наблюдала уплывающие леса, поля и приближающиеся горы с вершинами, покрытыми снегом. На одном высоком уступе появился маленький замок белого цвета. Около него и приземлились. Холодный горный воздух нагонял лишь мысли о теплом доме. Катя спешно подошла к дверям и с трудом отворила их. Внутри оказалось теплее, хотя и не настолько, насколько хотелось. Она прошла в комнаты, но никого не нашла. Может, он умер от холода, предположила девочка. Однако вскоре послышались шаги спускающегося человека. Обернувшись на них, Катя увидела седого старика с ярко-синими глазами. «Как звать тебя, милое дитя?» — по-доброму спросил он. «Я графиня Катин, а вы великий дарем. Стесняясь, проговорила Катя. «Так и есть, но как ты попала сюда? Ведь ты не из нашего мира?» — спросил старец. Девочка поразмыслила, как лучше объяснить свое появление здесь. «Понимаете, я сама не знаю, как это получилось. Я, как обычно перед сном, представляла красивую природу разных сказочных животных, затем уснула, а проснулась здесь. Самое удивительное, что и мои родители как-то оказались тут, хотя имена у них странные и одежда не такая, как дома. Все понятно, с тобой произошел тот редкий случай, когда пересекается фантазия и реальный мир. Твоя фантазия выбрала наиболее похожий мир и перенесла тебя в него. А как же мне теперь вернуться домой? Или я останусь здесь навсегда?» — обеспокоенно проговорила Катя. «Теоретически можно попробовать отправить тебя обратно, только надо подготовиться и дождаться совмещения энергетических фаз. Но не будешь ли ты жалеть об этом мире? Разве здесь так плохо для тебя? Нет, но это не мой родной мир. Я скучаю по нормальным родителям, по друзьям, даже по школе. Значит, будем пытаться переместиться. Только сейчас не все условия позволяют, придется подождать. Но я пришла по другому вопросу, очень нужен один цветок, а никто не знает, где его искать. Помогите, пожалуйста, найти его, он называется Шильзария. Название не удивило великого, похоже, он даже не задумался, только сказал. «Знаю я это растение, но растет оно лишь в одном месте. Готова ли ты отправиться в леса изумрудных фей? Конечно, я буду рада познакомиться с ними и даже подружиться. Только можно мы придем завтра с моим другом? Я уверена, и он с радостью пойдет. Приходите вдвоем. Буду ждать вас завтра», — попрощался Великий. Катя вышла и поскорее забралась на дракона, в надежде быстрее вернуться в теплую обстановку. Недолгий перелет, и она дома. Ожидая обеда, девочка села на диван возле мамы. Вновь осмотревшись, Катя не нашла часов, о чем и спросила у матери. «Да, часов у нас нет. Зачем постоянно чувствовать себя зависимым от времени?» — отвечала ей мать. «Тем более никогда не надо оправдываться за опоздание», — сказал проходивший мимо отец. После обеда Катя полетела к раштопу. Он ожидал ее появления. Быстро обговорив предстоящее путешествие, ребята решили прогуляться по местному лесу. Зайдя в него, с удивлением обозревали множество мелких зверушек, ничуть не испугавшихся пришедших. Помимо веселых играющих зверей, на цветущими кустами повстречали и эльфов, суетливо собирающих сладкие капельки с ярких соцветий. Так хотелось тоже сделать что-нибудь полезное для этого сказочного леса, для этой доброй страны, для этого волшебного мира. Сердце просто выпрыгивало от восхищения. И вдруг Катя вспомнила о своих любимых животных. Совсем забыла спросить, где единороги? Они же обитают здесь, конечно, разве ты забыла, как в прошлом году мы играли с ними у лесной речки? С воспоминанием о приятных событиях, сказал Раштоп. Знаешь, почему-то забыла. А давай сейчас к нем сходим, и они пошли глубже в лес. Проходили мимо странных деревьев, похожих на заколдованных людей, застывших в непонятных позах. Встречались большие цветы, без стебля, но с яркими соцветиями. Раштоп сказал, что они называются мякуши. Вскоре зажурчала лесная речка, меленькая и с очень чистой водой. Красивые разноцветные камни омывались ее струями. Журчала речка, шумели высокие деревья, звонко пели птицы, но единорогов не было. Катя с некоторым удивлением посмотрела на друга, но ничего не спросила, сказал сам Раштоп. Чего-то нет их, наверное, надо посмотреть выше по течению, ведь они редко отходят от воды. Он оказался прав. Чуть выше в воде спокойно стояли две белоснежные лошади с очень длинной волнистой гривой, почти касающейся воды. Надо чем-нибудь покормить их, сказал мальчик. Давай нарвем вон тех веточек с белыми цветами, единороги наверняка их любят. Осторожно подойдя к лошадям, протянули веточки с начавшими увидать листочками и цветами. До чего же у единорогов чудесная грива. Густая и пышная она чуть намокла внизу у воды. А какие прекрасные глаза! Темно-синие, умные и внимательные. Спереди торчал длинный рог. Наобнимавшись с животными и отметив, что ветерок дует уже прохладный, ребята пошли по домам, договорившись о завтрашней встрече и походу к изумрудным феям. Утром, еще до завтрака, прилетел Раштоп. Не покидая своего перевозчика, он продолжал смиренно сидеть и поджидать Катю. Она очень быстро позавтракала и направилась на улицу, предупредив родителей о возможной задержке своего возвращения. Прилетев к Великому, они скоро зашли в дом и начали его ждать. Великий спустился и приступил к обещанному. Он поводил руками, что-то неслышно произнося, и окружение начало преобразовываться. Буквально через минуту мальчик и девочка стояли на залитом солнцем лугу. Недалеко начинался лес. Необычных цветов не встречалось, поэтому искать шельзарию решили в лесу. Зайдя в него, тут же остановились перед глазами, закружились ярко-зеленые существа. Скоро слуха коснулись тихие слова «Приветствуем посетителей нашего леса». Однако без особой надобности мы не дадим слоняться среди деревьев. Территория охраняется изумрудными феями. Странный прием гостей. Если нельзя прогуляться по лесу, то что же тут вообще делать?» Но девочка попыталась объяснить необходимость их прихода. «Нам сказали, что только здесь можно найти цветок шельзарий. Вы не скажете, где он растет? Он очень нужен». «Да, мы выращиваем эти цветы, только никто не смеет их брать», — отвечала фея. «Вот это да, их еще и срывать нельзя», — подумала Катя. «А как же тогда его приобрести? Я графиня, могу и заплатить что-нибудь ценное», — предложила она, не зная, согласятся ли родители оплатить приобретение. «Нет, эти цветы мы выращиваем исключительно для собственных нужд. Нектар шельзария оказывает лечебное действие, поэтому совсем незачем расставаться с этими цветами, тем более не стоит отдавать их в чужие руки. Но дело в том, что в коряжном лесу сильно заболела одна фея, целители, прилетавшие к ней, сказали, что поможет лишь цветок шельзарий. Никто не знал ни такого цветка, нигде его достать. А я пообещала найти его и принести. Это оказалось очень сложно, но наконец я нашла его, у вас. Вы же не откажетесь помочь фее», — крылатая девушка оживилась и даже показалось, ее зеленый цвет стал ярче. «Фее, конечно, поможем, но как мы можем быть уверены, что ты не себе берешь, обманывая нас? Но это правда. Как мы можем доказать?» — волновалась девочка. «Думаю, ничего доказывать не нужно, только назовите еще раз лес и имя заболевшей феи», — предложила зеленая. «Да-да, прекрасная мысль. Коряжный лес, фея Лирель. Только лететь туда долго, может и тут Катя поняла, что вернуться домой невозможно». Она испуганно взглянула на Раштопа и взволнованно проговорила. «А как же мы принесем цветок или попадем домой? Нас закинули сюда, не сказав, как выбираться. Что же нам делать?» Раштоп вовсе не был сконфужен сложившейся ситуации и спокойно ответил. «Ты забыла про наших драконов. Они откуда угодно прилетят и отнесут нас в нужное место. С души прям камень упал». А зеленая фея сказала. «Вы совсем позабыли, что мы волшебные феи? У нас есть способность мгновенно перемещаться туда, куда необходимо. Я даже сама проверю сказанное вами». Коряжный лес, и фея исчезла. Минут через пять она снова появилась и радостно сообщила. «Не обманули вы. Фея Лирель действительно больна и ожидает вас, пообещавших принести цветок. Мы дадим его, следуйте за мной». Ребята пошли вглубь леса. Зеленая фея неспешно летела впереди, но торопиться за ней приходилось иногда сложно отличить фею от зеленого лесного окружения. Наконец вышли на лесную поляну. Как тут красиво. Росло множество больших чудесных цветов, над которыми порхали изумрудные феи, видимо, кормящиеся их вкусным нектаром. Так сладко казалось на этой поляне, что Катя с молчаливой просьбой в глазах скромно посмотрела на приветшую их фею. Та как-то поняла девочкину просьбу и куда-то улетела. Через минуту подлетело несколько фей, держащих крышечку с непонятным наполнением. Катя приняла принесенное, глубоко вдохнула, приятные ароматы лизнула. Какая прелесть. Мало того, что это изумительно пахло, оно имело еще и замечательный вкус, сладкий, чуть-чуть привкуса корицы и яблочная кислинка. Поделившись и с раштопом, Катя благодарно посмотрела на фею. Этими блюдами мы часто питаемся. Теперь сорвите один цветок и быстрее отправляйтесь к больной лерель. Цветы быстро вянут и даже портятся. Катя сорвала, большой и красивый цветок ярко-оранжевого цвета и поторопила раштопа к выходу из леса. Напоследок фея сказала, цветы быстро вянут, но ему легко вернуть прежний вид, опустить его в воду на несколько минут. Они позвали драконов и даже удивились их мгновенному появлению. Сразу полетели к корежному лесу. Лететь пришлось долго. А цветок начал вянуть. И подлетая уже к лесу, Катя поискала поблизости речку или озерце. Нашли и то, и то, маленькая, едва различимая речка втекала в небольшое круглое озеро. Опустившись около него, Катя скорее побежала погрузить в него растение, пока оно не начало портиться. Минут через 10 снова взяли цветок и полетели к месту своего предыдущего входа в лес. Эльфы очень обрадовались обещанному. Они осторожно кружились возле цветка, изучая его. Но пора уже подарить его фее, и все поспешили к необычному дереву. Неспешно выбравшись из убежища, фея увидела цветок и обрадованно проговорила. «Да, это он, это он. Именно нечто подобное я видела во сне». Пройдя на оранжевый цветок, фея принялась слизывать сладкие капельки и кушать пыльцу стычинок. Скоро она веселая и порозовевшая порхала возле Кати. Эльфы тоже радостно переглядывались. «Спасибо вам, огромное спасибо, если бы не вы, то я погибла бы, и лес остался бы без эльфов, ведь я королева эльфов, только со мной существует жизнь этих прекрасных созданий. А теперь я хочу сделать вам подарок», — фея улыбнулась и взмахнула руками. В руках обоих ребят появились две золотые коробочки, и фея продолжила. «В этих коробочках очень вкусные эльфийские леденцы. И они никогда не кончаются. Оставалось только прилететь домой, поужинать и лечь спать. А завтра необходимо лететь к великому и возвращаться домой. Или не возвращаться?» Глава 2. Возвращение. Катин проснулась в совершенно незнакомом месте. Она долго лежала в неуютной кровати с жесткими подушками и тонким одеялом. Скоро подошла мама, тоже одетая непонятным образом. «Поднимайся, Катюш, сегодня у тебя последний день учебы в школе», — ласково проговорила мама. Катин, конечно, поднялась, но одеваться не торопилась, ожидая прислугу. Только никто не появлялся. Мама спешно подала одежду и поторопила дочь одеваться и завтракать. Одежда оказалась в пору, но почему ее приобретали в бедняцком районе? Еда показалась маловкусной и однообразной. Утро не принесло ничего хорошего. В дверях мама протянула яблоки и бутерброды. Катин взяла их, но покидать дом не собиралась. «Мамочка, я совсем не знаю, куда идти и зачем», — сказала обескураженная девочка «друзья, которые ждут тебя». «Ладно, если дракон знает, куда лететь, скоро увидимся», — собравшись с духом, сказала Катин. «Ну как же, Катенька, тебе надо учиться, получать знания, тем более в школе твои друзья». К великому удивлению, выйдя из подъезда, она не увидела ожидающего ее дракона. Вместо этого по дороге катались какие-то коробочки. Посмотрев на все это и так и не дождавшись дракона, Катин вернулась в свою квартиру. Пользоваться звонком она еще не научилась, поэтому долго барабанила в дверь. «А ты почему вернулась?» — удивилась мать. «Дракона не оказалось, а куда идти я не знаю», — виновата ответила девочка. «Сейчас я тебя отведу, горе ты мое, что с тобой случилось?» Мама пошла одеваться и накрашиваться. Катин стояла у окна и с немалым удивлением обозревала обстановку у дома. Совершенно непонятно, почему столько ездящих коробочек. «Мам, а мы полетим на твоем драконе». «Нет, мы пойдем пешком, школа недалеко от нашего дома». «И о каких драконах ты все говоришь?» — начинала сердиться мама. Больше Катин ни о чем не стала рассказывать. Она заняла молчаливую позицию и просто выполняла все то, что ей скажут. Может быть, папа прояснит ситуацию, что здесь происходит. Мама надела какой-то рюкзачок с книжками и тетрадками, и они вышли из дома. Шли молча, только иногда мать посматривала на дочь, уточняла, все ли нормально. Войдя в большое старое здание, Катин окунулась в атмосферу маленьких мальчиков и девочек, бегавших по разным этажам. Мама провела на второй этаж, и девочка прошла в свой класс. Ребята ее сразу узнали, оживились и стали подходить к ней. Незаметно мама ушла, оставив дочь в незнакомом месте и с совершенно незнакомыми детьми. А мне с окончанием года подарили новый пенал. «Вот он, правда, красивый», — сказала некрасивая девочка с голубыми глазами. «А у меня папа таковую машину купил». Похвастался какой-то мальчик. Подходили еще и еще ребята, каждый рассказывал о событиях своей жизни, а вот Катин ничем похвастаться не могла. Начался урок природоведения. Сначала учительница. Рассказывала о непонятных цветах, потом говорила, что прилетели птицы и принялись вить гнезда, а в конце урока показала картинку птицы и спросила, кто это. Катин показалась знакома эта птица, и она ответила, похоже, это стрелы лесной, только у него почему-то нет зеленых хохолков. Раздался хохот. Учительница тоже улыбнулась, но сказала, нет, дети — это Иволга. Потом был урок русского и литературы, но на всех последующих занятиях Катин молчала, как решила и дома. По окончании уроков со всеми попрощались до сентября, пожелав хорошо отдохнуть и набраться сил. Ребята выбежали на улицу и пошли по домам. Вышла и Катин, только как добраться до дома она не знала. Мамы, конечно, не было. Из школы вышел темноволосый мальчик и, увидев девочку, спросил, «Кать, а ты чего домой не спешишь? Наконец мы свободны, целых три месяца гуляем». Мальчик казался очень знакомым. И его темные волосы, и черные глаза. «А ты не Раштоп?» — все-таки уточнила девочка. «Кто?» — изумился мальчик. «Раштоп — это мой друг, сын одной графской семьи. Ты очень на него похож, а как тогда твое имя? Ты не граф, ты, видимо, сказок перечитала?» — рассмеялся мальчик. Катин снова замолкла, лишь осторожно спросила. «Я забыла, как возвращаться домой, ты не знаешь, где я живу?» «Конечно знаю. Мы же дружим, и я часто захожу за тобой». Так ты не ответил насчет своего имени. «Я уже поняла, что ты не Раштоп, хотя и очень похож на него. Меня зовут Толя, мне девять лет, я учусь в третьем классе», — гордо проговорил он. «Надо же, Раштопу тоже исполнилось девять. А ты, правда, меня не обманываешь?» Так слово за слово они подходили к знакомому дому. Распрощавшись у подъезда, каждый пошел к себе. Дома Катин пообедала и попросилась пойти погулять в парк. «Нет, доча, одну я тебя не отпущу. Давай вдвоем сходим завтра, а сегодня поиграй с ребятами во дворе». Что ж, девочка послушно встала из-за стола и, поблагодарив маму за обед, пошла на улицу. Во дворе играли мальчики, возились с куклами девочки, ковырялись в песочнице совсем маленькие дети, чьи мамы зорко за ними следили. Катин подошла к одной девочке и попросила принять ее в игру. «А где твоя кукла? Каждый приносит собственную игрушку, мы не делимся своими», — ответила та. Внезапно услышанная реплика заставила замереть сердце. «Дракон, ужасный дракон, прячемся!» — прокричал какой-то мальчик. Катин резко обернулась, посмотрела на небо и, не увидев никого, сердито глянула на играющих. Один из мальчиков держал резинового дракона и кружил им над кучей солдатиков. Эх, знали бы они, каково летать на настоящем драконе. К вечеру она пришла домой и стала с нетерпением дожидаться папу, который наверняка объяснит все странности. Только вот не приходил он никак. Катин даже отказалась от ужина, желая разделить его с отцом и вообще с семьей. Лишь в десять часов зашумели ключи в двери, и, наконец, появился папа. Он быстро переоделся, умылся и сел за стол. Конечно, не стоило сразу приставать к нему с расспросами, но Катин начала издалека. «Пап, почему-то мой дракон ко мне не прилетает. Дочь, я сегодня очень устал, давай твои придумки обсудим завтра. Завтра так завтра, только пребывать в такой непонятной обстановке тяжело, тем более не зная, будет ли этому конец». И все же Катин задала последний вопрос. «Пап, а есть объяснение вашей одежде и нашему дому вообще? Ведь всегда мы жили в замке и одевались, как и положено графской семье, а тут отец доужинал и откинулся на стуле. Ты говоришь странные вещи, Катюш, мы никогда не принадлежали к графскому роду и уж тем более не имели своего замка. И давно у тебя начались такие странные идеи?» Несколько опечаленно сказал он, или тебе все это приснилось. Мама с пониманием выслушивала обоих, но молчала, состояние дочери настораживала. Все разошлись по кроватям и начали засыпать, стараясь не думать о проблемах. Только Катин легла и не могла заснуть, думая о своем странном перемещении в этот мир и непонятном поведении родителей. Иногда казалось, что снится неприятный сон, но, к сожалению, он не кончался пробуждением. На следующий день, как и обещала мама, они пошли в парк. Заранее настроив себя, что ничего знакомого не встретит, Катин вошла под зеленые деревья. Пели птицы, хотя и не так весело, совсем не встречались змейки и ящерки, почему-то не попадались и крупные жуки-санитары. Искать здесь эльфов вообще бессмысленно. Создавалось ощущение, что это не живой лес, а искусственно выращенный для собственных нужд. Походив немного по лесным трубкам, Катин спросила, а почему здесь так мало животных? Похоже, в этом мире вообще никого нет. И прежде всего драконов. Я не хочу здесь оставаться, как вы вообще смогли меня сюда переместить. Мать не знала, что ответить, решив оставить разговор до мужа, похоже, с девочкой нечто серьезное. К вечеру, приготовив сытный ужин, стали дожидаться отца девочки. Сегодня он пришел рано, поэтому еще засветло приступили к разговору о дочери. Окончанием беседы было решение отца. Наверное, Катя сильно переутомилась за предыдущий год. Предлагаю вам на две недели съездить на море. Уверен солнце, воздух и вода восстановят ваши силы и приведут в порядок мысли. А у Кати дела шли, как нельзя лучше. Проснувшись утром, она умылась и сбежала вниз завтракать. За завтраком папа сообщил приятную новость. Завтра нас пригласили в соседнюю страну, семья правителей празднует рождение первенца. Полагаю, мы украсим собой это событие, и он с умилением посмотрел на своих женщин. Ух ты, посетить королей это ужасно интересно, думала Катя и уже немного волновалась. Сегодня идти к великому совершенно не хотелось, один-два дня ничего не решат, ведь я в гостях, а гостям все можно, даже распоряжаться по своему времени. Пап, а семью Раштопа тоже пригласили, задала последний вопрос Кате. Да, дочь, и он будет в числе приглашенных. Катя побежала на улицу, дождалась дракона и полетела к Раштопу. Мальчик гулял возле дома и тоже светился от счастья. Раштоп, вы же завтра летите к королю, летим, всей семьей, говорят, будет очень интересно. Но для меня самое интересное увидеть гномов-копателей. В нашей стране их нет, а в Альдере и много, сказал довольный предстоящим путешествиями мальчик. Тогда и я с тобой никогда не встречала гномов, обрадовалась Кате. Раштоп пригласил ее домой и показал свои книжки про гномов. Фотографии в них не присутствовало, зато имелись картинки, правда черно-белые. Вообще у мальчика в комнате было очень много книг и про гномов, и про единорогов, и про эльфов с феями. Внимание привлекла одна книга под названием «Ужас у моста», о содержании которой Катя и не замедлила спросить. «Это книга о могучих и страшных существах-троллях. Они часто охраняют заброшенные дороги, мосты и пещеры. Не нападают, но любят брать в плен. Выходят на охоту ночью, днем спят», — поведал Раштоп, «похоже, он очень увлекается жизнью местных животных. Это может быть полезно, но я, к сожалению, здесь ненадолго и скоро покидаю этот сказочный мир», — подумала про себя Катя и спросила. «Раштоп, а каких ты знаешь еще животных, не живущих ни в нашей стране, ни в той, куда мы поедем? Может быть, великий нас туда отправит? Я знаю только наших животных, хотя слышал о борках и ограх, все злые и нехорошие. Думаю, лететь туда не стоит, тебе же неприятности не нужны, тогда завтра познакомимся только с гномами. И этого будет достаточно». На следующий день, перед вылетом, потратили массу времени на одежду и прическу. Выглядели все превосходно, особенно мама роскошное кофейное платье, изящные туфли и красивая диадема на пышной прическе. Совсем немного косметики и цветные бусы на изящной шее, повязанной тонким, тоже кофейного цвета, шейным платком. Отец одет в черный фрак, белую рубашку с бабочкой и держал какую-то объемную коробку, перетянутую цветными лентами, видимо, подарок к празднеству. Сама Катя одета как школьница светлое летнее платье, белые туфельки и небольшая шляпка. Семейство полетело. Три дракона взмыли в воздух и выстроились по старшинству членов семьи, впереди летели два дракона, несущие отца с матерью, а сзади летела Катя, придерживая шляпку. Летели долго, но вот показался белый дворец, у которого стояло множество разноцветных драконов. У входа дежурили нарядные охранники и приглашали вовнутрь, наверное, к столу. Зал на втором этаже оказался большим и светлым, а множество приглашенных составляли живую массу, каждый из которых подходил к столу и накладывал себе что-нибудь по своему вкусу. Сами хозяева, правители страны, вдвоем стояли во главе стола, принимали подарки и поздравления. Вернулся отец, довольный приемом и встречей со старыми знакомыми. «Посмотри, дочь, вон стоят король с королевой, сэр Маркус и принцесса Люси, говорят, у них приключилось немало проблем на пути к власти, и основную представляла сестра бывшего короля», — рассказал оживленный папа. Королевская пара была очень красива. Сэр Маркус с длинными темными волосами и с утонченными красивыми чертами лица. Принцесса Люси выглядела очень молодой и совсем не верилась, что она родила. Ее тонкая фигурка, светлые волосы и лучистые глаза делали ее похожей скорее на старшеклассницу. Спустя некоторое время Катя стала вглядываться в посетителей, ища раштопор. Приемы за столе уже наскучили, душа рвалась увидеть и познакомиться с гномами. Только нигде не встречался знакомый маленький мальчик. Может, в семье раштопа что-то случилось, и они не прилетели. Но вот по лестнице поднялись опоздавшие. Катя сразу узнала высокого худого человека, в черном фраке и с тростью, за ним спешно поднимались жена и сын. Раштоп в черном костюме с блестящими вставками смотрел соснадшибательно. «Что же вы так долго? А я тебя жду, ты обещал к гномам сводить, не забыл», — нетерпеливо произнесла Катя. «Сейчас все будет, только зайду засвидетельствовать почтение и мигом назад, подожди минуту», — сказал мальчик и влился в толпу гостей. Минутка затянулась на полчаса, но наконец он вернулся. «Я спрашивал, где точно найти гномов, сейчас пойдем в корчевы шахты», — сказали, «Старый граф исчез, а в услужении у него имелось множество гномов, вот к ним и наведаемся», — рассказал Раштоп и начал спускаться к выходу. На улице он что-то шепнул дракону и встал в ожидании. На вопрос Кате прозвучал ответ. «Мы же не знаем, куда лететь, сейчас дракон все выяснит и прилетит». Лишь через четверть часа появился и он. Послушно подставив спину, дракон полетел в сторону гор. Постарался не отстать от него и дракон с Катериной. Однако уже скоро они приземлились. Уверенно отправившись в горное отверстие, Катя лишь спросила, «А гномы точно не опасны? А то я боюсь входить в эту страшную незнакомую пещеру». «Все будет хорошо, можешь положиться на меня», — сказал браво шествующий мальчик. Они вошли, но никого не увидели, откуда-то снизу раздавался стук молотка. И молотков слышалось много. Пошли на звук. Пришлось спуститься в какую-то дыру в полу. Тут-то и увидели их. Невысокие, но крепкие, бородатые мужички толпились у стены и что-то отколачивали. «Здравствуйте, нам очень приятно видеть вас, как вы поживаете?» — охотно проговорил Раштоп. «Здравствуйте, все было хорошо до тех пор, пока хозяин не стал во главе гоблинов. Раньше мы и на сокровищницу набирали драгоценностей, и хозяину платили, а теперь нам еле хватает на хозяина, мы только собираем сокровищницу гоблинов. Да, дела у вас не очень хорошо. А можем мы чем-то помочь?» «Готовый ко всему», — сказал Раштоп. «По идее, да. Правда, не именно вы. Глядя на вашу одежду, можно сделать вывод, что вы высокого положения, это так. Ребята с гордостью заявили, что они принадлежат к графскому роду. Очень хорошо, значит, у вас должны быть драконы-охранники», продолжил заинтересовавшийся гном. «Вот их-то вмешательство и необходимо. Что нужно сделать? Мы будем рады вам помочь», — сказал Раштоп. Совсем недолго думая, но продолжительно оценивая мальчика, гном наконец сказал. «Необходимо, чтобы драконы поговорили и немного испугали графа Корча, чтобы он снова разрешил относить в сокровищницу хоть часть драгоценностей, что мы добываем. Только учтите, что и он граф, у которого имеется не менее опасный дракон. Хорошо, мы постараемся изменить ситуацию. Но скажите, где отыскать его?» — спросил Раштоп. «Граф теперь занимает почетное место в лагере гоблинов. Найти его можно в гоблинской пещере, это в скальной гряде возле приозерного леса. Когда-то там жили и процветали наши собратья, там попадался редчайший камень Розалин. Будьте осторожны, не попадите в плен к гоблинам», — предостерег рыжебородый гном. Ребята вышли из шахты и позвали драконов. Сперва хотели осмотреть место расположения гоблинов. Снова драконы улетели узнавать, как добраться до места. Но уже очень скоро летели в неизведанные дали. Хотя и далями-то это не назвать, поселение гоблинов заведнелось слишком быстро. Спускаться не стали, лишь как птицы покружились над скалами и отлетели чуть в сторону. Там, на каменистой площадке, объяснили Вархину, что требуется от драконов. «Я возьму с собой родителей, это сильнее припугнет гоблинов», — сказал Вархин и беззвучно позвал родственников, делая странные движения головой. Скоро прямо с неба слетели еще два дракона. Они уже хотели спуститься вниз к гоблинам, как Раштоп попросил, «опустите нас на поляну возле пещеры и идите». Ребят снесли вниз и дружно пошли. Никого звать не пришлось, выбежали охранники и остановились возле пришедших. Неприятные же были гоблины ростом чуть выше гномов, совсем не крепкого телосложения, с зеленоватой кожей, мелкими глазками и отопыренными ушами. Крючковатый нос, загнутый к низу, плотно сжатые губы озлобленно скорчены. Волосы тоже не густые, темно-рыжие или коричневые. Чего забыли у нас драконы? Золото все равно не дадим. Можете упархивать обратно, мы не желаем с вами связываться, нагло заговорили гоблины. Внезапно послышалась мольба. Помогите. Помогите, пожалуйста. Я здесь, здесь в пещере, жалобно просил чей-то старческий голос. Драконы сразу отреагировали на просьбу и вошли. Катя с Раштопом остались стоять на лужайке, опасаясь приближаться к гоблинам. В пещере находился связанный старик в ободранной одежде. Только и ожидая кого-нибудь сильного, он продолжил моление. Мое имя граф Корч, однажды прибежали гоблины и похитили меня. У нас был длительный договор с ними и гномами, все получали что-то свое и это нас устраивало. Но в одну ночь прибежали гоблины и сказали, что сам главнокомандующий, Терчан, хочет поговорить со мной и что-то предложить. Я отправился в указанное место на своем драконе. Когда же я вошел в пещеру для разговора, гоблины схватили меня, повязали и оставили тут. Долгое время я ожидал главнокомандующего, но никто не появился. Освободите меня и моего дракона. Я хочу вернуться к нормальной жизни. Гоблины сбежались на защиту пленных. Однако три дракона представляли немалую угрозу и гоблины вряд ли могли отстоять свое приобретение. Тем не менее, они достаточно браво сновали перед крылатыми страшилищами. Наконец драконы сказали, отпустите всех пленных и мы уходим. Развязали Корча, вышел его захваченный дракон, подбежали ребята. Если вы граф Корч, то мы хотели бы передать просьбу работающих у вас гномов. Они желают снова относить в сокровищницу добытые ими сокровища. Ведь сейчас они вынуждены отдавать все собранное, не оставляя себе ничего. С этого момента гномы полностью освобождаются от обязанностей делиться своим приобретением. Я лично введу это новое правило. Видимо, они сильно пострадали от жадных гоблинов. Надо лететь либо к гномам, либо к родителям. Уже вечереет. Решили напоследок прогуляться по местному лесу. Оставив драконов у входа, зашли в царство деревьев и кустарников. Вечером над цветами не кружили эльфы, не порхали цветастые бабочки, да и живность не встречалась. Выйдя на странную перекопанную поляну, ребята остановились, глядя на большие выкопанные коми земли. Почему-то ощущался неприятный запах, словно рядом лежала какая-то нечистота. Переглянувшись и состроив лица, испытав явное неудовольствие, Катя и Раштоп по взаимному согласию развернулись к выходу из леса. И тут они заметили позади себя три большие фигуры. Это стояли тролли, очень скоро двинувшиеся коробевшим ребятам. Катя в страхе попятилась, вспоминая, что тролли забирают к себе несчастных пленников. Однако никакие движения не возымели силы, сразу раздалось хлопание больших крыльев, и на вскопанную поляну приземлились два дракона. Графы возвращаются домой, а вы, грязные тролли, убирайтесь отсюда по добру, по здорову, распорядился Вархим. Катя удовлетворенно проводила взглядом неохотно уходящих троллей и начала усаживаться на своего дракона. Во дворце уже никого не осталось, лишь родители мирно общались с Маркусом и Люси, ушли даже родители Раштопа. Папа подозвал свою дочь и представил королям. Через некоторое время Люси позвала с собой Катю и повела ее в какую-то комнату. Там находился новорожденный. Скажи, Катя, это правда, что ты ощущаешь себя не в своем мире? Мне интересно, потому что рассказывали, что я тоже пришла из другого мира, начала принцесса Люси. Услышав о таком, девочка сильнее привязалась к королеве. Я действительно пришла из своего дома. Великий подтвердил такую возможность. И он обещал вернуть меня. А ваша двойница нормально перенесла переход в другую реальность. То есть, как вы себя чувствовали в другом мире, а я никуда и не переходила, сказала королева. Видимо, некая колдунья использовала магию, чтобы кого-то переместить в наш мир. Я являла собой безвольного призрака, никому невидимого. Остановилась собой только, когда присланная девочка уходила домой. Все остальное время я просто наблюдала, что она делает. И, надо сказать, вела она себя очень правильно. Проявляла любовь ко всему и благоразумие. Особенно порадовал ее смелый шаг отдать, 10 лет жизни умирающему королю Сивиусу. Катю охватывала даже гордость за девочку из родного мира. Хотелось познакомиться с ней, но как найти ее? Пауза затянулась, и принцесса продолжила. У меня есть маленькая просьба, Люси посмотрела на Катю с некоторой мольбой. Я замечаю, что девочки из вашего мира очень ответственны, а мне как раз нужно помочь старым знакомым. Около моего замка живут гномы, которых постоянно атакуют гоблины, отнимая добытые ими сокровища. Гоблинов отпугивает запах сожженной травы, пышка канавного. Когда я жила там, вернее, когда там жила приведенная девочка, у гномов всегда была эта трава, но сейчас я живу во дворце и совсем не в курсе о делах гномов. Но травы у них точно нет. Поэтому я и хотела просить тебя добыть им это растение. Но я не знаю, нигде живут ваши гномы, нигде достать траву, проговорила Катя в нерешительности. Да и поздно уже, а я боюсь троллей. Ну что ты, сейчас вы переночуете у нас, а завтра с утра мы отправимся к гномам, по дороге расскажу о траве, добродушно распорядилась королева. Им выделили большую и поистине королевскую спальню и распрощались до завтра. Сон был здоровый и очень крепкий, Катя даже не могла никак понять, где оказалась. Однако позавтракав, она с улыбкой на лице подошла к королеве, ожидая ее распоряжения о дальнейших действиях. Сейчас мы полетим к гномам на моем драконе. Потом ты полетишь собирать пыжок, а я останусь в своем замке, навещу дорогих слуг и дождусь тебя. Они вышли на улицу, под лучи уже яркого солнца. Люси позвала своего дракона и, усевшись вдвоем на золотого перевозчика, куда-то полетели. Растение пыжок растет на болоте в канавах. Это голубые пушистые шарики-цветки с очень сладким запахом, рассказала королева. Гавталь тебя отнесет, набери побольше и назад. Они приземлились недалеко от красивого замка. Пошли, однако, к горе, расположившейся как большой слизень около роскошного строения. В горе оказалось крупное отверстие, из которого доносился стук молотков, уже знакомый ей по корчевым шахтам. Внутри работалось десяток гномов, таких же крепких и бородатых. Увидев пришедших, они с улыбками на лице оторвались от работы и подошли. «Принцесса Люси, как давно мы не виделись!» проговорили радостные гномы. «Здравствуйте, ребята! Совсем меня замотали дела страны, тем более недавно родилась дочка. Познакомьтесь, это Катя, она любезно согласилась помочь нам, точнее вам, ведь наверняка у вас закончился пыжок, а гоблины не оставляют вас в покое. Конечно, принцесса, нам очень нужен пыжок, мы умираем без него». Эти гоблины совсем обнаглели, однажды ранним вечером заходили, когда было еще совсем светло. Заранее спасибо Кате за помощь. Катя поторопилась выйти и поскорее принести необходимое для гномов. Она подошла к золотому дракону и стала нерешительно усаживаться. «Его зовут Гафтальт, он отнесет тебя на болото и обратно», сказала Люси. «Ты только не бойся, во время полета разговаривать начал сам дракон. Я так чувствую, что ты не из нашего мира. Однажды точно такие же ощущения я испытывал, когда моей подопечной являлась принцесса Люси. Это оказалось не настоящая принцесса, а ее копия из другого мира. Но она предстала перед всеми настоящей принцессой, красивой, умной и доброй. Для меня это была честь являться ее охранником и смотрителем». Дракон замолчал, ожидая хоть какой-то реакции от маленькой девочки. «Расскажи мне, что хорошего она сделала». Поинтересовалась Катя. И Гафтальт с гордостью рассказал про битву со злым Гизмильдом, про устранение Гирци и многое другое, но вот уже высадил девочку собирать пыжок, а сам стал расхаживать рядом. Ни на что не отвлекаясь, Катя набрала целую охапку травы и полетела к гномам с принцессой. Ощущалась радость от того, что кому-то помогаешь, что просто делаешь доброе дело. Наверное, и Люси испытывала здесь такие же чувства. Почему-то радость и желание сделать нечто хорошее возымели первостепенное значение. Гномом Катя вошла, победоносно неся охапку травы. Все работники оторвались от дел и восхищенно глядели на принесенное. Они с благодарным видом обходили растения, и один, куда-то отходивший, сказал «Спасибо тебе, Катя, за твою помощь и заботу о нас. Примив знак благодарности этот маленький подарок». На ладошку положили золотое колечко с красным камушком. Девочка умилилась подарку и одела на палец. Оно оказалось как раз в пору. Надо же было так угадать с размером. Через полчаса в пещеру зашла довольная Люси и с удовлетворением посмотрела на пыжок. Тепло распрощавшись с гномами, вышли на улицу и залезли на дракона. Оставалось лишь слетать к родителям во дворец, переночевать одну ночку дома и отправляться к великому, чтобы вернуться в родной мир. Сейчас дворец не пустовал. Ходили и охранники, и слуги, встречались и просто гости, видимо запоздавшие поздравить с новорожденным. Родители сидели в большом зале и разговаривали друг с другом. Завидев прибежавшую дочь, отец поднялся и сказал «В гостях хорошо, а дома лучше. Полетели домой, наверняка и там дела найдутся». Катя попрощалась с королями и, поцеловавшись на прощание с Люси, вышла во двор, домой прилетели к вечеру. Родители пошли в дом, а девочка еще задержалась на улице, привлеченная чем-то светящимся в кроне деревьев. К своему удивлению вокруг свечения она увидела порхающих эльфов. Радостно подбежав к ним, Катя спросила «Как здорово, что вы и ночью летаете. Наверное, в темноте сложно собирать нектар с цветов, мы его и не собираем. Мы ночные эльфы. Ищем заблудившихся путников, спасаем и помогаем им добраться до дома», сказали ей. «Мы даже находим друзей лесным зверушкам». «Какие вы добрые и хорошие!» воскликнула Катя. Эльфы переглянулись и улыбнулись, только девочка не заметила их кривой, злой усмешки. Они продолжали быть для нее милыми и добродушными, но, видимо, в их головах уже родился коварный план, поэтому и задали вопрос. «У нас есть заблудившийся мишка, не хочешь ли познакомиться с ним?» Катя очень трепетно отнеслась к потерявшейся в лесу зверушке и охотно согласилась. «Конечно, мне очень жаль беднягу, и я с радостью схожу к нему, только сейчас уже поздно, я не смогу найти дорогу назад. Что ты, во-первых, это совсем недалеко, а во-вторых, мы будем являться для тебя светом, почти рассмеявшись, пропели эльфы. Тогда скорее идем, и Катя уверенно развернулась, они вошли в темный и почти беззвучный лес. Хоть и летали светлячки, но света от них было мало. Идя за своими провожатыми, графиня даже не пыталась запомнить дорогу, уж очень она полагалась на эльфов. Идти пришлось долго, совсем недалеко даже выбило из сил. Наконец остановились у какого-то оврага. Он внизу, спускайся и познакомься с новым другом, его зовут Ахрихор, сказали эльфы. «Я боюсь спускаться в эту яму, уже поздно и мне нужно домой. Родители совсем не представляют, где я, а мы ушли так далеко от дома, предчувствуя неладное», — проговорила девочка. Один из эльфов куда-то улетел, а оставшиеся принялись успокаивать Катю. «Да не нужно никуда спускаться, сейчас мы его сами приведем. Подружитесь и сразу идем обратно». В темном лесу показался чей-то силуэт, вылезающий из оврага. Это было нечто большое, грузное. Подойдя к Кате, она спросила глухим голосом «Это мне?» «Спасибо, давно не получал таких подарков». Девочка остолбенела и из глаз покатились слезы. Еще чуть-чуть и она зарыдает во весь голос. Неожиданно сверху что-то упало, и Катя узнала в нем своего дракона. В первую очередь куда-то исчезли все эльфы, а пришедшее существо виновато и обреченно застыло на месте, понимая, что здесь уже ничего не поделать. «Графиня Катин, зачем же вы ушли так далеко от дома?» Еще и тролля поцепили, он брезгливо посмотрел на стоящего рядом уродца. «Возвращаемся домой». Даже перелет к замку занял много времени. В полете Катя спросила. «Как странно, меня пригласили прогуляться добрые эльфы, но куда они подевались, когда ты прилетел? Это не добрые эльфы, это ночные эльфы, гнусные и злобные существа. Никогда не общайся с ними, они только и хотят какую-нибудь гадость сделать», — рассказал Вархин. «Прилетели домой и распрощались с драконом до завтра». Дома Катя перекусила и, ласково расцеловав родителей, пошла к себе в комнату спать. Оставалась одна ночь в этом красивом доме и в этом чудном мире. Сон здесь воплощал все мечты о безмятежности и красочной таинственности. Катя постоянно сравнивала атмосферу этого мира с жизнью, откуда она пришла. Здесь не слышалось постоянного гула автомобилей, лая собак и пьяных криков веселящихся людей. Ночное время было поистине волшебным и успокаивающим. Но вот наступило и утро. Как прекрасно спать с открытыми окнами. Теплый летний ветерок приносило чудный аромат растений и мелодичные трели птиц. Как же тут прекрасно. Надо идти к великому и возвращаться домой, но так хотелось потянуть время и подольше побыть здесь. Уход из этого мира будет раз и навсегда, а это очень грустно. И надо подумать о той девочке, с которой они поменялись местами. Ведь какого ей там. Катя собралась и спустилась завтракать. Все как всегда. И мирно принимающие пищу родители, так мило воркующие за столом и снующие слуги, приносящие разные блюда и извечная неторопливость во всем. После завтрака Катя поднялась, с чувством расцеловала родителей и вышла на улицу, стараясь не оглядываться на чудный дом, оставляемый навсегда. Она позвала дракона, осторожно села на него, не желая оказать ему хоть малейшее неудобство, и полетела. Они проносились мимо знакомых и незнакомых домов, оставляли позади высокие деревья, залитые солнцем лужайки и невысокие горы, и вдруг Вархин сказал «Я знаю, что ты вращаешься домой, в свой мир. Снова здесь будет графиня Катин и снова начнутся обычные дни. Но позволь поблагодарить тебя за жизнь, которую ты принесла с собой. Этот мир прекрасен и удивителен, но маленьким разнообразием ты все-таки его украсила. Спасибо тебе, мне очень приятно было охранять и защищать такую маленькую и добрую девочку. Тебя, приятно слышать, что благодаря тебе произошло что-то хорошее в и без того прекрасном мире. Но вот и строение Великого. Быстро покинув дракона, Катя вошла в знакомый интерьер. Примастившись на диване, она дождалась Дарема. «Вы так долго? Остался последний день для перемещения. Мы можем начинать?» — поспешил спросить Великий. «Конечно, я уже готова», — отвечала девочка. «Как я уже говорил, перемещение возможно только во время сна. Сейчас вы уснуть сами не можете, я дам вам вкусную снотворную жидкость». Дарем взял со стола чашку и протянул ее Кате. Та без возражений приняла ее и выпила розоватую водичку. Уснула она быстро и долгое время ничего не видела и не чувствовала. Но вдруг послышался перестук колес. Она открыла глаза и обнаружила себя на верхней полке вагона. Необычное перемещение и смена обстановки. Но это все родное. Катя посмотрела вниз и увидела уже проснувшуюся маму. Папы не было. И не беда. Она в мгновение око спрыгнула с полки и крепко обняла маму. «Мамочка, это ты, настоящая?» Я так скучала. Чуть не плача, говорила Катя и целовала маму. «И я как рада, доченька, снова ты прежняя?» Тоже радуясь переменам, отвечала мать. Они еще долго обнимались и обменивались впечатлениями. Наконец Катя спросила. «А куда мы едем?» «На море?» «Доча?» «Мы с папой решили, что ты переутомилась за год, вот и отправились на юг», улыбнулась мама. «Июнь, конечно, не лучшее время для путешествия на море, но и сейчас там хорошо». Катя поднялась и решила прогуляться по вагону. Успокаивающе перестукивали колеса несущегося поезда, из соседних купе разносился аромат утреннего кофе, и вообще обстановка очень уютная, как дома. Прогуливаясь по вагону, Катя с любопытством заглядывала в открытые купе, и вдруг она остолбенела и не могла сдвинуться с места. Глаза широко раскрылись, а рот бесшумный и удивленно вопрошал. Принцесса Люси, девочка по соседству похожа на нее, как отражение в зеркале. Спустя несколько минут она подошла к Кате узнать, все ли с ней в порядке. Когда прозвучал голос, ощущение сходства с принцессой лишь возросло. «С тобой все нормально? А чего у тебя такой напуганный вид?» — спросила подошедшая. Все еще не веря в увиденное, Катя снова в полголоса проговорила. «Ты так похожа на принцессу Люси, только моложе». Теперь удивление охватило незнакомку. «Ты ты откуда знаешь про Люси?» «Заикаясь?» — спросила она. «Я была в Альдере и совсем недавно. У вас с сэром Маркусом родился ребенок?» — медленно проговорила Катя. Девочка не могла поверить в услышанное. Она даже все еще не веря в происходящее, часто брала за руку Катю, теребила ее одежду и внимательно смотрела ей в лицо. Из купе Люси все куда-то вышли, и она пригласила Катю в гости. Началось бурное обсуждение событий обоих девочек, и в конце Люси сказала, «На самом деле меня зовут Люда, и в Альдере у меня несколько раз отправляла бабушка. А она у меня волшебница, волшебница из Альдерей. Если хочешь снова оказаться в той стране, приезжай ко мне, и она сможет отправить туда и тебя», — Люда ласково посмотрела и с любовью обняла свою новую подругу. 18 апреля 2011 года. Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Рояли ПРУ. Рояли ПРУ. Оставить отзыв о книге Рояли ПРУ. Все книги автора Рояли ПРУ.